Ничего себе! А за воду сколько набежало? Вы что, здесь не одна живёте? Одна, конечно. Я просто ванны люблю принимать. А свет! Откуда столько? Темноты боюсь. Если за коммуналку будут выходить такие суммы, тогда вам самой придётся её оплачивать. И когда вы за квартиру платить будете? Месяц прошёл. Ну я не могу пока. Что это значит? Месяц прошёл. Я могу других квартирантов найти. Анатолий Владимирович, у меня просто сейчас временные трудности, но я обязательно расплачусь. С процентами. Что вы делаете? Вам что, не нравится? Анатолий был человеком практичным и рациональным. Имел добрую, понимающую жену, взрослого сына и хорошую работу. Анатолий устраивала его жизнь. Он был уверен, что в будущем ничего интересного с ним уже не случится. Просто плыл по течению жизни. Он даже подумать не мог, что в свои 45 лет снова влюбится. Так вышло, что у меня с моей квартиранткой роман уже две недели. А от меня тебе что надо? Не знаю, посоветоваться. Мне просто больше не с кем. Если кому-то из знакомых расскажу, жена обо всём узнать может. Люди сейчас язык за зубами держать не умеют. А вы, ясновидящие, может и совет хороший дадите. Ладно, рассказывай, что тебя беспокоит. Да всё, я женат, у меня сыну почти 20 лет. Вижу, любишь их. Ну, конечно. Поэтому я не знаю, как быть. Вика не выходит у меня из головы. Не могу прекратить о ней думать. Вика, это квартирантка твоя. Да. Вижу, она за квартиру тебе денег не платит. Это как же? У неё сейчас трудности с деньгами. Попросилась бесплатно пожить. И ты согласился? Не смог отказать. На тебя это не похоже? Абсолютно. Я обычно каждую копейку считаю. Вижу, сильно тебе эта девушка голову вскружила. Неспроста ты ей увлёкся. Это как понимать? Есть у тебя в доме вещь. В ней всё дело. Недорогая. Ты её почти за бесценок купил. Да у меня много всего. Я вещи дорогие не покупаю, экономлю. Я вообще считаю, что деньги счёт любят. Поэтому почти всё только на распродажах беру. А что это за вещь? Этого не скажу. И как тогда узнать? Когда время придёт, сам поймёшь. Тогда привези её мне. Хорошо. Если к вам соберусь, тогда привезу. Соберёшься. Тогда до свидания. Ступай. Вас проводить? Да, пожалуйста. Прошло несколько дней. Анатолий продолжал встречаться с Викой. Ему было хорошо с ней. Анатолию казалось, что девушка искренна с ним и по-настоящему его любит. Слушай, может, ты кушать хочешь? Я дурочка тебя совсем не покормила. Не, я дома поел. Тогда хорошо. Я девочка мало ем. Думаю, что и другие так же. Но если ты проголодаешься, говори. Я сейчас домой пойду. Уже? Жена дома ждёт. Если ещё задержусь, начнёт подозревать что-нибудь. Понятно. Слушай, после того, что случилось, мне как-то неловко про это спрашивать. Ну, ты когда за квартиру заплатишь? Я уже не знаю, что жене говорить, она постоянно про деньги спрашивает. Слушай, ну, мне тоже неудобно из-за этой всей ситуации. Ну, потерпи ещё немножко. Я с работы уволилась, денег вообще нет. А тебе что, расчёт не дали? Ну, представляешь, не заплатили. Почему? Да жлобы, потому что. Я ещё по глупости своей неофициально устроилась. Вик, я, конечно, всё понимаю, но мне дома неприятности тоже не нужны. Если хочешь, я съеду. И где ты будешь жить? Поеду к себе в город. Анатолий поймал себя на мысли, что всё больше увлекается Викой. Он боялся последствий. Однако не хотел, чтобы Вика уезжала в родной город. Ведь тогда они не смогли бы встречаться. Почему так поздно? На работе задержали. Ничего себе задержки. А я тебе, между прочим, звонила. Телефон разорядился. А зарядить не судьба? Ты же знаешь, я не таскаю с собой зарядку. Ну, коллег бы попросил. Я заметил, что телефон разорядился, когда выходил с работы. Всё у тебя не как у людей. Как в наши дни вообще можно обходиться без телефона? Сколько раз я тебе говорила, что вот такие вещи надо всегда носить с собой. Вдруг что? А ты не на связи. Хорошо. Я обещаю носить всегда с собой зарядное. Только не ругайся. Ужин уже остыл. Картошка с грибами. Как ты любишь. Ну, зачем нужно было переводить продукты? А чем же тогда ужинать? Ещё суп вчерашний не доели. Саша сказал, что его не будет есть. Потому что он ему не понравился. Потому что разбавовали сына. Он уже дома? Ну, конечно, спит. А как у него в институте дела? Нормально. Всё хорошо. Кушай. Слушай, Толечка, я тоже пойду спать. У меня завтра столько работы. Давай. Спокойной ночи. Анатолий соврал жене. На самом деле, в тот вечер он был с любовницей. Ему не нравилось, что приходилось врать жене. Однако отказаться от встреч с Викой Анатолий не мог. О, вот этот ноутбук. Просто супер. Вот такой на день рождения хочу. Ничего себе. Шестьдесят тысяч. А чем тебя этот не устраивает? Он уже старый. Зато работает как новый. Ну, если денег жалко, не покупайте. Сами же спросили, что на день рождения дарить. Да купим мы тебе его. Купим, не переживай. Всё-таки круглая дата. Юбилей, двадцать лет. Правда, Толь? Ну, не знаю. Это девушка моя. Хоть бы познакомил. Целыми днями с ней пропадаешь, а мы её даже не знаем. Потом, потом обязательно. До дня рождения Саши осталось две недели. Где ты собралась деньги брать? Так у нас же там отложено. Там сорок тысяч всего. Ну вот, как раз и твоя квартирантка тогда добавит. Она, кстати, платить-то собирается? Ну, вот-вот обещала заплатить на днях. Она тебе полтора месяца уже обещает. А что она себе позволяет? Она что думает, что в квартире можно бесплатно жить? Завтра поеду и разберусь. Разберись. И будь с ней пожёстче. А хочешь, я поеду? Нет, нет, я сам. Сам? Ну, как знаешь. Анатолий понимал, что дело принимало опасный оборот. Он надеялся, что Вика скоро найдёт работу и рассчитается с ним. Но время шло, а Вика всё ещё не могла заплатить за квартиру. Тогда Анатолий снял деньги из семейного сберегательного счёта. Он решил принести их домой и сказать, что это была плата за квартиру. Анатолий надеялся, что когда Вика рассчитается, он вернёт всё обратно. И жена ни о чём не узнает. Я тоже тебя люблю, ты же знаешь. Нет, сегодня я не могу. Я тоже заскучилась. Столько времени не виделись. У меня куча новостей. Ладно, давай потом созвонимся. Ага. С кем говорила? Да подружка звонила. Тысячу лет не виделась. Интересно, у вас с подружкой разговоры. А что тебя смущает? Люблю, скучаю. Ты что, не знаешь, как девочки между собой общаются? Да, но не до такой же степени. Ты что, думаешь, у меня есть другой? А он есть? Нет. Точно? Можешь быть уверен. Ну, если не веришь, на, перезвони, проверь. Нет, не надо, извини. На, бери, бери. А мне нравится, когда ты ревняешь. Почему? Ты становишься такой сексуальной. И сладкого принеси. Хорошо. Вы печенье овсяное любите? Да. Что тебя на этот раз привожит? Я хочу знать, есть ли у Вики кто-то кроме меня или нет? Я тебя просила из дома вещь принести Почему меня не послушал? Извините, забыл Плохо Если честно, я не понял, что привезти надо Значит, не пришло время Так а с Викой-то что? Вы мне про нее расскажете? Вокруг этой девушки тумана много Угощайтесь Спасибо Дай сюда Вижу, сын твой много времени с девушкой проводит Они уже месяц или больше встречаются Почему ты не познакомился с ней? Мы с женой говорили, Саша, чтобы в гости приводил Но он почему-то не хочет А мы с Леной не настаиваем С девушкой сына ты обязательно познакомиться должен Почему? Надо и все У Саши скоро день рождения Он обещал ее привезти Вот и хорошо Ладно, бабушка Пойду я Спасибо Прошло несколько дней Анатолий все больше времени проводил с Викой В тот день он даже взял отгул на работе И они с Викой пошли в кафе Тебе хорошо со мной? Конечно, что за вопрос? А с женой? Ну, к ней у меня совсем другие чувства Ну, а ты бросила бы жену ради меня? Вик, я не понимаю, почему ты гонишь? Ну, я не хочу, чтобы мы с тобой видели столько время от времени Я тоже, только что сделаешь Бросай жену и давай жить вместе Ну, почему ты молчишь? Просто это очень неожиданное предложение Ну, едем куда-нибудь, начнем новую жизнь На какие деньги? Продашь квартиру Я не знаю В любом случае на это нужно время Ну, ты подумай Тебя никто не торопит Мы увидимся завтра Завтра у сына день рождения Я не могу Он что, с вами празднует? Да, еще пообещал девушку привезти знакомиться Так что это мероприятие надолго Девушка знакомиться? Надо же, как интересно На следующий день семья Анатолия готовилась отмечать день рождения сына Сашу ждали с новой девушкой Между прочим, это первая девушка, с которой он нас знакомит Значит, все серьезно Надо произвести впечатление А вот и они, ну проходите Знакомьтесь, это моя девушка, Вика В тот момент Анатолий не понимал, что происходит Он не верил своим глазам Его любовница, Вика, оказалась девушкой сына Наша квартирантка Все равно очень приятно Серьезно? Сашка дает Ну, проходите, будем праздновать Что такое? Где ты ее встретил? У нас на второй квартире ее встретил Что ты там делал? Ты меня сам туда отправил, не помнишь? Ящик с инструментами на балконе забрать Ну, допустим, и что? Я Вику увидел и влюбился с первого взгляда Анатолий был в замешательстве Вика не могла не знать, что Анатолий отец Саши Анатолий не понимал, что за игру затеяла Вика Но сильно переживал по этому поводу Я сейчас Полегче Что происходит? Я потом тебе все объясню Я к тому моменту с ума сойду Ну, и как вы тут? Общаемся Анатолий мне помогает Да я вижу, как помогает Ну, иди к сыну Мы сами все приготовим Хороший торт Спасибо вам Ну что, понравился подарок? Да, ноутбуком доволен Еще вы, за такие деньги А где Вика? Она в ванной, руки моет Как она вам Замечательная девушка, прекрасная девушка Ничего такая девушка Раз она вам понравилась, у меня к вам просьба Сделайте мне еще один подарок Правда, это, наверное, больше к папе Ну, говори, что ты хочешь? Мы с Викой хотим съехаться и жить на той квартире Желательно бесплатно Что скажете? Саша, ты уверен? Да, снимать сейчас дорого Мы не потянем Я не про то Мне кажется, вам с Викой Просто рано жить вместе Почему? Да вы знакомы всего ничего Не кричи, она может услышать Ты тоже так считаешь? Ну, я полностью согласна с папой Почему? Что в этом такого? Мне уже двадцать Мне что, с вами вечно жить? Сынок, это просто как-то очень все быстро так, неожиданно Мы слишком мало знаем Вику, нам нужно получше с ней познакомиться То есть не дашь квартиру? Не сейчас Анатолий хотел еще раз поговорить с Викой наедине Он настоял на том, чтобы самому довести девушку до дома А Сашу оставил помогать матери Толь, все очень сложно Я позже тебе объясню Нет, сейчас У меня от этого праздника голова разболелась И поэтому ты обманывала и меня, и сына Ты неправильно все понимаешь Да ладно Может быть, мне показалось, что ты мне клялась в любви Да я не отказываюсь от своих слов И поэтому ты спишь с моим сыном Ой, Толь, правда Долго объясняет Давай встретимся завтра, я тебе все расскажу и даже больше Не будет никакого разговора Завтра я жду деньги за квартиру Ты же знаешь, что у меня их нет Это твои проблемы А иначе собирай манатки и вали ко всем чертям Так, значит, заговорил? А что ты думала? Можно мною просто так пользоваться? Нет уж Но это мы еще посмотрим Что ты хочешь этим сказать? Не думаю, что твоя жена обрадуется, когда узнает, что ты спал с девушкой сына Угрожаешь? Да Слушай, Лен Я тут подумал, может Саша вместе с Викой пожить А с чего это такая перемена? Ты же изначально был против Ну все-таки парню 20 лет пора начинать самостоятельную жизнь Я с тобой абсолютно согласна Ну просто даже ради эксперимента, чего думаешь? Ты прав? Как-то ты легко согласилась А я, между прочим, с самого начала была не против А почему меня тогда поддерживала? А потому что знала, что ты откажешь Вот и молчала Все-таки мудрая ты у меня, Лена, женщина А то Иди пить кофе Анатолий не хотел давать сыну жить с Викой Но был вынужден согласиться из-за шантажа Вики Анатолий боялся разрушить свой брак И понял, что совершил большую ошибку, когда связался с Викой Разява! Да оно же старое Давно пора выбросить И откуда оно у нас? Ну как откуда? Ты же его сам на распродаже купил Точно В тот момент Анатолий вспомнил, что бабушка велела ему привезти вещь Купленную на распродаже за копейки Анатолий решил, что речь шла о кухонном полотенце Я познакомился с девушкой Саши Вы были правы Непростая эта девушка Вика твоя Вы знали? Да Почему тогда сразу не сказали? Ты сам должен был узнать Вика теперь с Сашей живет Мы с женой к ним не ходим Лена их беспокоить не хочет А я видеть Вику не могу больше Вижу, у тебя до сих пор чувства к этой девушке Я как представлю ее в постели с Сашей Так внутри все холодеет Да и Саша не виноват, он как и я влюбился Но мне все равно тяжело Вижу, что тяжело Но доставай, что принес Ах да Вот это полотенце я как-то на распродаже купил Мне почему-то показалось, что вы про эту вещь говорили Все верно Теперь ясно вижу Что из-за этого у тебя все беды Из-за полотенца? Да Нельзя женатым мужчинам Покупать кухонные полотенца В первый раз такое слышу Почему? Семейный очаг Под угрозой оказывается И так со всеми кухонными принадлежностями Женское это дело Понятно Это не все Вижу, не всю правду ты узнал Еще кое-что от тебя скрыто Что это? Через три дня иди к сыну в гости И попроси Вику позвать Я же говорил, что видеть ее не могу Так надо Хорошо Сделаю, как скажете А еще сына попроси показать подарок Который вы ему на день рождения дарили Это зачем? Раз говорю, значит надо Через три дня, как и велела бабушка Анатолий поехал к сыну Опа, привет Здравствуй Вика дома? Ее нет Ничего, я подожду Мне с ней поговорить нужно Я не понимаю, Вика что, съехала? Нет, с чего ты взял? А где женские вещи? В стирке Ты что из меня дурака делаешь? Правду говори, вы расстались? Да Почему не рассказывал? Стыдно было А ноутбук твой где? Я его тоже не заметил Другу дал попользоваться Саша, не ври, что происходит Никогда не поверишь, чтобы ты свой новенький ноутбук Просто так кому-то отдал Я тебя никогда не бил Но сейчас ты доиграешься Живо рассказывай, что случилось Я его Вике отдал Зачем? Я тебе вопрос задал Пап, это я к тебе Вику подослал В каком смысле? Ты когда новых жильцов искал, я ее попросил тебя соблазнить Зачем? Чтобы ты мне квартиру отдал Когда она тебя шантажировать начнет Якобы для нас с ней Я же знал, что ты мне квартиру никогда просто так не отдашь Ты же жмот А я устал с вами жить Да кто она вообще такая? Это Вика Знакомая моя Мы с ней по бартеру договорились Она как раз квартиру искала Я ей предложил у нас пожить бесплатно Месяц-другой И еще ноутбук отдал, когда все закончилось Пап, ну ты извини, я не знал, что ты в нее так сильно влюбишься Зачем ты делал вид, что она твоя девушка? Зачем ты привела к нам знакомиться? Ну так это была часть плана Ты когда узнал, что у нас одна девушка на двоих Ты занервничал, запаниковал Потом Вика шантажировать начала Ты согласился квартиру нам Мне отдать Я от тебя такого не ожидал, сын Анатолий долго злился на сына за этот поступок Но все же разрешил сыну жить отдельно Историю с Викой они сохранили в тайне от жены Анатолия Елены Анатолий больше не покупает в дом кухонные принадлежности Помните, нельзя женатым мужчинам покупать кухонные полотенца и другие вещи для кухни Это должна делать женщина Иначе семейный отчаг окажется под угрозой Ну что, жена Сейчас вещи кинем и в ресторан пойдем Ну-ка я переоденусь, а то я с дороги весь пометый Я же в ЗАГС с деревни ехал Ну хочешь, перенесем ресторан на завтра Отдохнешь? Как же на завтра? Как же на завтра, ведь свадьба же Я понимаю, что простая регистрация, но ведь это же событие и гости ждут Четыре человека Ну гости же Люська, ну ты прости меня, ну прости Ну я понимаю, что сейчас с деньгами туго Но я тебе обещаю, в следующем году мы обязательно отметим нашу годовщину как надо Но мне же не торжество нужно Главное, что у меня теперь муж такой замечательный есть Интересно на твою квартирку посмотреть Ты меня туда никогда не приглашала Сколько мы денег потратили на эти отели, квартиры Я думал, у тебя собственного угла нет Ну сейчас, к сожалению, я снимать не потяну И не придется Выходи Да, ремонт какой-то квартире не помешал бы Ну захочешь, сделаешь Я сама хочу обои переклеить Ой, тебе же столько денег-то возьмешь Сейчас заработаем Люсь, а это еще кто? Ты еще комнату сдаешь? Да, не обращай внимания, это мой муж бывший Тарас недавно женился И переехал жить к новоиспеченной супруге Но в квартире у Люси также проживал ее бывший муж Сергей Тарас был этим очень недоволен Но не мог ничего сделать За советом он отправился к нам в деревню Здравствуй, Тарас Покорми с нами кур И рассказывай, что у тебя случилось Я в столицу задумал Давно перебраться Денег скопил Приехал На работу устроился Но снимать жилье возможности не было Такую работу нашел Где начальство в таксопарке разрешило в гараже Между сменами спать Так и жил Ну, а потом нашел, что искал В столице незамужних баб много И у меня такой расчет был Найти себе женщину с жильем Жениться и жить не тужить Что же ты? Любую готов был в жены взять? Нет, конечно Запросы-то у меня небольшие Главное, чтобы жена веселая была А не страшная и с квартирой Ну, чтобы готовила еще И ребенка родила Ну, такую я и нашел Люська Она продавщицей работает И квартира у нее своя Завертелась она с ней И через месяц мы поженились А ко мне ты что приехал? Раз у тебя так складно все Да не все складно Я еще самого главного не сказал Выяснилось, что Люська не одна В квартире живет А с бывшим мужем Сергеем звать Противный такой Слизняк Рожа мерзкая Не работает По дому ничего не делает Только ест за троих Люська его жалеет Не гонит Говорит, больной им идти некуда А я вижу, что он прикидывается И хочу поскорее от него избавиться Баб Нин Если есть какое средство Помогите, чтобы он поскорее от нас съехал Такого средства я не знаю Но вижу, что это не Сергею А тебе нужно от них съехать Только так тебе удастся Неприятности избежать Ну, так мне же самому съезжать некуда Зря ты жадничаешь, парень Я вижу, деньги у тебя есть Крупная сумма А откуда вы узнали? Бабушка не знает Она видит Ну да Есть у меня деньги Триста тысяч Но про это никто не знает Я даже Люське не говорил Они у меня припрятаны В надежном месте Я же до этого в гараже жил Поэтому ни на что не тратил Вот и скопил И на женитьбу я тоже не тратился Я о машине мечтаю Разве с бабой скопишь? Ну, поживем с Люськой пару лет Я заработанное частично припрячу от Люськи Вот вам машинка Поэтому я снимать ничего не собираюсь Пусть лучше этот симулянт о своем жилье позаботится Мужу у жены жить плохая примета Брак крепким не будет Первый раз про это слышу Брак, мне кажется, от другого зависит Если вы ничем помочь не можете Так я лучше пойду Тарас с трудом терпел Сергея Он старался сдерживать себя Но это не всегда у него получалось Сереж, ты кушать будешь? Нет Спасибо Просто водички попью и все Пойду лягу Что-то плохо себя чувствую Совсем ничего не ест Худющий смотреть страшно Но так же нельзя А чего ты о нем так волнуешься? Кушать будешь? Твой Сергей придуривается, а ты ему веришь Мы вечером с работой приходим Он в холодильник всегда пустой Это он ест втихаря, как крыса Я вон палку колбасы купил И уже сегодня почти ничего не осталось Куда она делась? Мы же съели Я, между прочим, себе первый бутерброд делаю Тарас Ну нехорошо больного человека едой попрекать Да я не попрекаю Я хочу, чтобы он побыстрее свалил Куда он уйдет? У него родители живут в Владивостоке Он не работает, болеет, денег нет Ну подожди, он выздоровеет, устроится на работу И съедет А чего он там, интересно, болеет, а? А? Тебе заключение врачей видела? Может он вообще в больницу не ходил? Зачем Сергею врать? Ты думаешь, ему самому нравится с нами жить? Просто деваться некуда Нам всем нужно немного успокоиться И все устроится, слышишь? Ну не злись Ты мой муж А Сереже мы просто помогаем Ну ладно Друг, вставай Я тебя не потащу Да, 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 да Мужик, мы приехали Все, все, все Еще пять минут Полежу На работе у Тараса встречалось всякое Но больше всего ему досаждали пьяные пассажиры Ну куда ты меня? Ну сейчас я полежу Да полежишь Сам дойдем Да полежишь дома За вами не ехать надо Давай, давай Извини, домой я тебя не потащу Дальше уже сам как-нибудь Дальше уже сейчас В сумке, которую забыл пассажир Тарас нашел крупную сумму Вот так бонус Я, я чего к вам приехал Я деньги нашел Много денег И если эти деньги добавить к тем, что есть Можно машину купить Я как раз присматриваю вариант А на вашем сайте я прочитал, что у вас обереги мощные Может быть, вы дадите какой-нибудь для новой машины Ну, чтоб аварии не было и все такое Не о том ты думаешь Что ж ты моего совета не послушал И свое жилье не снял Ну, бабушка, тут вы точно ошиблись С браком у меня все в порядке Бабушка никогда не ошибается Не верю я в ваши приметы Может быть, вы дадите мне оберег В приметы не веришь А в обереги веришь? Да Приметы это людьми придумано А обереги это другое В них ваша сила скрыта Оберег я тебе все равно не дам Не понадобится он тебе Я вижу, машины у тебя не будет А чтобы ты в неприятности не попал Тебе нужно деньги, что ты нашел Срочно вернуть А что, начальство может узнать? Начальство здесь ни при чем Но вернуть чужое нужно Ну, если начальство не узнает Тогда и беспокоиться не о чем Если ты советов моих не слушаешь То поступай, как считаешь нужным Мое дело тебя предупредить И все-таки после раздумий Тарас решил, как и советовала бабушка Вернуть деньги Тарас Это что за дела? Ты о чем, Люсь? Я вообще-то твоя жена А ты от меня заначки прячешь? Это что за сумка? В ней куча денег Откуда они здесь? Я полезла белье постельное взять А там это сумка Может, объяснишь мне? Ну, это не твое дело Что значит не мое дело? Я по закону имею право Знать о твоих делах Да нет у меня никаких дел Это чужое Я позавчера на смене Пьяного пассажира подвозил Вот он у меня эту сумку и забыл Сегодня у меня выходной Я занимался своими делами А завтра приеду в таксопарк И сдам эту сумку диспетчеру Он у нас так полагается Ты зачем ее в постельное белье-то спрятал? А спрятал я ее Потому что твой Сережа, пока я на работе Постоянно здесь отирается Сережа не вор Он в жизни чужого не возьмет Да что ж ты все время его защищаешь? Сережа то, Сережа сё, Сереженька А что ты с ним развелась? Если он такой хороший Сережа невезучий Мне не нужен такой муж Мне нужен сильный Надежный Как ты Ты же хочешь, чтобы Сережа скорее от нас съехал? Ну да, я это очень хочу Ну вот, а он сегодня был у врача Ему сказали, что нужно пройти курс реабилитации Две недели, и он будет абсолютно здоров А если здоров, значит устроится на работу И съедет от нас Очень хорошая новость Да Понимаешь, в чем дело? Нужна очень большая сумма на эту реабилитацию 280 тысяч У него, естественно, денег нет Вот если бы мы могли ему оплатить это лечение То он бы поправился гораздо быстрее А потом, когда устроится на работу, он нам все вернет А если не вернет? Он честный, обязательно вернет Он раньше работал в компьютерной ферме Там, знаешь, какие зарплаты Его и сейчас туда зовут Но Пока он болеет, на работу он выйти не может Но ты же видишь, что он как овощ Ты об этом уверен? На сто процентов Ну, в принципе Мне этих денег не жалко Пришли, ушли Да и от твоего бывшего хочу поскорее избавиться Ну вот и прекрасно Слушай, а если на работе хватится Или пассажир начнет сумку искать Нет, слушай, нужно сумку диспетчеру сдать Так полагается Подожди Ты же сказал, что пассажир был пьян Значит, он мог сумку потерять еще до того, как сел к тебе в машину Но ведь так же дело было Ну да, так Ну вот А сумку эту я завтра выкину Чтобы не привлекало внимание Нет Сумку я оставлю Ну, что Хорошая сумка Кожа И на ней не написано, что она чья-то А может, я сам ее себе купил Или мне ее жена подарила Как хочешь На следующий день Тарас вышел на смену Перед самым выездом на заказ к нему подошел диспетчер Нам вчера твой клиент весь телефон оборвал Говорит, у тебя в машине сумку забыл А он уверен, что со мной ехал? У него в телефоне сохранилась смс-ка с номером твоей машины Вспомни, он у тебя последний был в ту смену А, это что ли? Ну да, я подвозил одного пьяного стельку Но при нем ничего не было Я ему еще помогал из машины выйти И заметил бы, если бы он что-нибудь оставил Мне чужого не надо Извини, положено Да, все чисто Может быть, ты и прав Ну, он эту сумку где угодно мог оставить Ладно, удачного дня А я ему позвоню, скажу, что он Мог ее потерять где угодно Удачи Спустя месяц Сергей прошел реабилитацию Выздоровел и готовился выйти на работу Там ему дали аванс И Сергей снял себе комнату Люся попросила Тараса отвезти бывшего мужа на новую квартиру Спасибо тебе, Тарас Прям ты выручил Теперь я могу работать, так что долг тебе быстро верну Можешь не благодарить Я для себя и жены старался, чтобы ты на кухне по утрам не маячил Я понимаю, я вам досаждал, но теперь-то я здоров Хорош болтать Давай уже, это самое, собирайся, я уже тебя жду Ни одно такси тебя ждать не будет Давай, давай, бери манатки и пошли отсюда Давай, давай Ну, ты откроешь? Прошло еще 10 дней Сергей не появлялся в квартире И Тарас был счастлив В тот день у Тараса был выходной И они с Люсей решили пойти сначала в кино, а потом в ресторан Сегодня прям праздник какой-то Муженек меня в кино ведет Бабы на работе обзавидуются А они что, в кино не ходят, что ли? Ой, да хватит тебе Кто сейчас куда ходит? У всех семьи, дети, не до этого Мы сами-то с тобой первый раз выбрались И... Тарас, ты чего встал-то? Вот мы и встретились, гад Это ты мои деньги спер Я твою рожу хорошо запомнил Я тебя вижу впервые Эту сумку мне Спецзаказом из-за границы привезли Если через три дня Денег не будет Я тебя урою, таксист Я тебя вспомнил Но у меня нет твоих денег Адрес говори Комсомольская 9, квартира 38 Вы от меня не спрячетесь Если денег через три дня не будет Вы у меня сядете Оба Тарас Тарас понимал, что вернуть деньги пассажиру придется Он решил отдать ему свои накопления Свои деньги Тарас хранил в чемодане за подкладкой Открыв его Тарас с ужасом обнаружил, что конверт, в котором были деньги, оказался пуст Как я вашим словам не верил, бабушка Все равно вышло так, как вы говорили Я в большие неприятности попал Нашел меня пассажир, который у меня в машине сумку с деньгами оставил Требует, чтобы я все вернул Угрожает, что в тюрьму посадит Но мы же его деньгами с Люсей лечение Сергея оплатили Все бы ничего Я был готов отдать все деньги пассажиру Я же на машину копил Там столько же было Но их нет Я все обыскал, нигде Наверняка Люська с Сергеем их взяли Скоты Это твоя не единственная потеря Я вижу, в скором времени ты жену потеряешь И дом, где живешь Говорила я тебе Нельзя мужу у жены в доме жить Муж к себе жену приводить должен А если у меня нет своего жилья? Тогда снимать А теперь тебе из города уехать придется Иначе другие неприятности Могут случиться Всю жизнь мечтал Из деревни свалить Женился, работаю Слушай, мне теперь все бросить Нет, я так не могу Лучше подскажите, как с пассажиром быть Денегом и вернуть А вот об этом тебе беспокоиться не нужно Уезжай И чем скорее, тем лучше Слова бабушки заставили Тараса задуматься Но мужчина не терял надежды, что все наладится И ему не придется покидать столицу Тарас решил поговорить с женой И узнать, куда могли подеваться его накопления Ты деньги из чемодана взяла Я так испугалась, что этот человек У которого ты сумку с деньгами взял Заявит на нас в полицию Он же сказал, что меня тоже посадят вместе с тобой Утром ты уехал куда-то, он пришел Опять угрожал тюрьмой, полицией Требовал свои деньги Но я отдала те, которые были в чемодане Как ты про них узнала? Да я давно про них знаю Делала уборку, решила почистить чемодан Там эти деньги Мощная у тебя, оказывается, заначка была Я на машину хотел скопить Ну еще скопишь Мы вместе скопим И Сергей скоро долг отдаст Ты не сердишься на меня? Нет, конечно Ты же о нас думала Хорошо, что ты деньги отдала Теперь она ничего не угрожает Я вроде никого не жду Ты зачем пришел? Мы так не договаривались А потому и пришел Привет Я хоть подлый человек, но не настолько Ну что вы скажете, что между вами происходит? О какой подлости идет речь? Что это? Это деньги Твои деньги Мы с Люськой их обманом у тебя выменили Тарас, не слушай его Это все чушь У него, наверное, опять приступ болезни Год назад мы с ней поругались И так серьезно поругались Дело дошло до развода И Она решила меня проучить Выйти замуж за первого встречного Первый встречный как-то долго не появлялся А потом на горизонте возник ты Нас с тобой Закрутило И ты втрескался А потом мы помирились Мы Любим друг друга А вы уже решили пожениться И тут Люська мне говорит, что жених мой Ты Такой надежный Парень Обстоятельный Будет работать А мы с тобой будем Жизнью наслаждаться Мне сначала эта идея понравилась Правда, для этого мне пришлось делить с тобой Люську Но ничего, я же не ревнивый Мне пришлось еще прикинуться больным Чтобы ты не смог выставить меня из квартиры Вот вы поженились Я стал жить с вами И Ты на работу Мы в койку А потом мне это надоело И ты надоел Вот скоты, а Подожди, Тарас Дослушай, пожалуйста, до конца, не перебивай Я хочу рассказать тебе Всю историю целиком Потом Люська нашла у тебя в чемодане деньги И мы придумали, как сделать так Чтобы ты сам нам эти деньги отдал Я попросил своего приятеля И он сел к тебе в такси Пьяный И забыл свою сумку А в сумке были деньги Это твои деньги Которые мы у тебя взяли Ты потом принес их домой Я еще боялся, что ты Решишь положить их себе в тайник И обнаружишь, что там денег нет Но Люська придумала круче Занять эти деньги И у тебя мне На лечение Чтобы я быстрее от вас свалил Я думал, ты не согласишься Но ты меня пожалел И тогда я понял, что ты Хороший мужик Хоть и жадный Везде свою выгоду ищешь Но хороший мужик Ты пожалел меня Дал мне денег Помереть мне не дал А я бы тебе вот Ничего бы ведь не вернул И Люська с тобой бы развелась Через пару месяцев Вы же настоящий аферист Вы же меня кинули как лох Люська, я от тебя такого не ожидал Я же на тебя по симпатии женился Да, это Жестоко И Я Не могу с тобой так поступить Поэтому, Тарас Вот Твои деньги Бери и Прости нас Надеюсь, что мы с вами Больше никогда не свидимся В этом году мне больше делать нечего Пойду и вещи соберу Тарас и Люся развелись Больше ни про Люсю Ни про Сергея Тарас не слышал Он вернулся к себе в деревню Там у него свой дом Тарас нашел работу Но пока живет один Бабушка говорит, что муж у жены Жить не должен От этого брак будет некрепким Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин